Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пимненко. И сегодня поговорим о прекрасном, об искусстве танца, тем более, что в нашей программе мы касаемся самых разных тем, в том числе и темы не просто танца, а танца как вида отдыха, как вида обучения, как вида развлечения для детей, для взрослых, для кого угодно. Почему? Потому что у нас в городском округе Люберцы есть такая возможность найти себя в самых разных видах человеческой деятельности, в том числе и в развлекательной его составляющей. Хотя танец – не всегда развлечение, это большой труд. У нас в гостях Екатерина Тюняева, руководитель образцового коллектива хореографического ансамбля «Жар-птица» Красковского культурного центра. Здравствуйте, Екатерина! Здравствуйте! Сколько лет «Жар-птица» вашей? «Жар-птица» в этом году исполняется 9 лет. 9 лет. В следующем году мы отмечаем юбилей. То есть уже будете готовиться годом. Уже готовимся, да. А почему «Жар-птица» и вообще как вам пришла идея создать такой, ну, как бы много же всевозможных хореографических коллективов? И тут вы 9 лет спустя решили создать новый, назвали его «Жар-птица». Название «Жар-птица» как-то витало вокруг нас. Ну, как говорят в русских народных сказках, «Жар-птица» – это птица счастья. Так и хотелось приносить людям счастье, приносить детям счастье, родителям, зрителям, да, жаркого счастья. Так, название раньше придумали, чем всё началось? Сначала всё началось, потом придумали название. А почему началось? По инициативе родителей, которые знали, что у меня есть хореографический опыт. Они меня приглашали поработать немножко с их детьми индивидуально. А потом мы решили создать коллектив. У нас была мечта ездить по городам и завалевывать награды. Ну, то есть уже как команда. Вот это, кстати, очень интересный момент, прежде чем мы пойдём дальше. Сегодня я знаю, что очень большая часть родителей, неважно, да, дети разного возраста, помимо школы, помимо каких-то таких, ну, направлений, я не знаю, музыка, да, где усидчивость необходима, спорт, да, игровой, неигровой, очень многие именно в гуманитарном направлении пытаются тоже развивать своего ребёнка, или мальчика, или девочку, в том числе и в хореографии. И поэтому масса, скажем так, людей, которых мы называем репетиторами, да, вот, они приходят и работают вот по этой индивидуальной там танцевальной программе. Вот у меня такой вопрос, ну, похоже прямо на царское обучение, да, положено будущему наследнику, у него обязательно должен быть учитель танцев, причём какой-нибудь не наш, французский обязательно. Вот насколько вам интереснее обучать персонального было ребёнка, или работать в команде, когда есть несколько детишек, которые объединены каким-то одним общим делом? Мне интереснее в команде, конечно, работать, это и общение, и какое-то чувство команды. И у них появляется... И у них чувство команды, да, у них чувство ответственности. Потому что, когда индивидуально, мне кажется, это всё-таки вот довольно сложно. Скучновато. Скучновато. При самом лучшем преподавателе, который всё умеет, всё знает, хорошо контактирует, я вижу, что вы человек контактный, всё равно команда нужна. И как это всё создавалось? Вы бросили клич, как вы попали вот в Красково, я имею в виду, в культурный центр? Коллектив образовался на базе структурного подразделения, теперь культурно-досуговый центр «Союз». Как-то вот с собой всё случилось, даже не знаю, честно говоря, как... Просто захотелось. Просто захотелось, просто получилось и случилось. И первый набор набрали 9 лет назад, да? Или это был набор вот из ваших уже учеников? Да, многих учеников уже нет, они уже не занимаются, но некоторые ещё до сих пор в старшей группе основного состава. А что говорят-то те, кто выпустились? Они не выпускались ещё, у нас нет ещё выпускного класса. Ну, я имею в виду тех, которые вот... А, ну я не говорю, есть, конечно, те, кто, наверное, чуть позанимались, потом поняли, или родители поняли, что им это не нужно. А те вот самые старенькие, которые с вами, в хорошем смысле слова старенькие, вот что они получают? Они же, наверное, что-то говорят там, ну какие-то у вас мероприятия проходят. Да, конечно. Вот мы их нам без этого не можем и так далее. Да, они говорят, но без этого мы не можем. Причём даже те, кто сейчас учится, например, в московских школах, им очень сложно сюда добираться. Некоторые живут в Москве, они всё равно приезжают на занятия. И вот я буквально недавно слышала от одного ученика, он сказал, я не могу бросить. На моральном уровне не могу бросить. Вот так вот, всё по-серьёзному. Да, всё по-серьёзному. Ну а как вы-то пришли в хореографию? Никогда не думала, что буду заниматься с детьми, никогда не хотела заниматься с детьми. Как-то жизненный опыт привёл меня в коллектив один современного танца для взрослых, где руководитель мне посоветовал позаниматься, пойти с детьми. Мне казалось, это очень сложно, невозможно. Попробовала, получилось, пошла дальше, получила ещё одно образование. А вы-то сами как танцевать начали? Я сама с 8 лет, меня родители отвели на бальные танцы, очень серьёзно мы занимались. Где-то примерно в 17 лет я закончила занятия бальными танцами, и дальше уже у меня опыт современного танца. А, то есть у вас... Ну и я так понимаю, что... Ведь это тоже такая очень сложная задача, вот телезрители должны меня понять, это когда танец, он же как там, ну как спорт, он определит, имеет какую-то финальную точку, да? Кто-то может долго танцевать, а кто-то, опять же, потанцевал просто потому, что школа была, и ушёл, и забыл про это, спасибо, да? А кто-то чувствует в себе, вот, даже, может быть, не чувствует, а проявляется, что я могу передать кому-то, да? Ну, то есть мы же видим с вами, вот приди на любую, не знаю, танцевальную площадку, назовём это так громким таким словом, и иногда смотришь, что наши люди не умеют просто двигаться под музыку элементарно, потому что не дано им это, никто их никогда не научил. И поэтому, может быть, от этого популярность бальных танцев все смотрят за 40 лет, особенно зрители прямо в восторге, все эти ледниковые, значит, периоды и прочие программы и так далее, да. Почему? Потому что, мне кажется, у них главная задача – я вот так не смогу. А вы смогли, мало того, что вы смогли, вы знаете, и я так понимаю, у вас появилась своя методика, потому что невозможно же учить человека, не обладая даром методиста, когда вот надо так ножку ставить и так далее. Вот когда вы это почувствовали, что вы можете быть? Я не могу. Наверное, спустя года два после образования коллектива все сначала было приблизительно, как понимала, потом начала складываться своя методика. Сейчас уже я своих учеников обучаю, можно сказать, там, чего вижу. У них неплохо получаться стало, так что уже ращу себе педагогов. Вот, надеюсь. Ну, мы во второй части поговорим, да, конкретно, что за танцы, как, куда прийти, записаться, к чему это может привести и так далее. Я хотел вот ещё. Вы же наверняка следите за некой танцевальной миром. Причём… Конечно. Да, ну, я не беру там, хотя, мне кажется, и балет в этом плане тоже такой прекрасный вид, как необходимо именно выполнить чётко поставленную задачу. Да, ведь есть танец, где, наоборот, чем больше ты импровизируешь, тем как бы лучше. Но, тем не менее, импровизировать тоже нужно умеет делать определённое «па». Вот, насколько сегодня востребованность вообще в обществе к танцу, к этому языку жестов? Мне кажется, сейчас танцевать хотят все практически. От мала до велика. Да, от мала до велика. Вот о чём мы и говорим. Очень любят, очень хотят. Дети не понимают, куда они приходят, но очень сильно хотят танцевать, потом втягиваются, им очень нравится, и родители хотят. Поэтому я считаю, что… А вы смотрите какие-нибудь специализированные танцевальные программы, самые разные, чтобы увидеть, как сейчас пляшется? Смотрю, да, но не те, про которые мы говорим, не танцы со звездами. Не-не-не, профессиональные программы. Профессиональные, конечно, смотрю, обучаюсь, учусь всё время. Есть сегодня какие-то фантастические танцоры, которым вот вы… Да, это вот… Есть, есть и детские коллективы, есть и взрослые коллективы, и из других городов. Очень прекрасные коллективы, в которых мы смотрим, у которых учимся. А вот что важно, ведь, опять же, возвращаясь к теме танец, это умение свои душевные, значит, переживания, связанные с темой танца, передать с помощью физики, да, ну, тела. Насколько, что тут важнее, всё-таки спорт или вот эта духовная какая-то составляющая? Я считаю, что трудолюбие, наверное. Даже не спорт и не духовная составляющая. Здесь трудолюбие. Если человек хочет работать, у него всё получится, и он сможет выразить свои духовные. То есть кости будут его слушаться? Да. Даже не могу сказать, что спорт, но трудолюбие. Здесь очень важно. Но спортивная составляющая присутствует. Растяжки. Обязательно. Обязательно. Потому что мне кажется, что танцор должен чувствовать… Я всегда завидовал, чтобы вы понимали, для меня все люди, которые умеют танцевать, у которых… Вообще, которые умеют своё тело, потому что у меня тело всегда чуть больше, чем надо было. И когда ты смотришь, что тело, когда человек, да, творит с ним, ну, прямо как в узел связывается. Сейчас очень модно всевозможные постановки театральные, где вообще только танец присутствует, да, где нет ни одного слова, где люди прыгают, там, сценические всякие, специальные падения. И ты думаешь, боже мой, да я бы уже давно сломал бы себе всё на свете. Этому же много внимания уделяется? Очень много внимания. Особенно в младшем возрасте, когда… Когда всё это можно крутить. Обязательно. И во взрослом возрасте должна быть физическая подготовка, иначе действительно можно сломаться. Поэтому мы этому уделяем много внимания. Но можно так сделать, профессиональный танцор, что у него всё-таки немножко мышцы-то по-другому чувствуют, и вероятность травм у него больше или меньше, чем у обычного человека? По-разному. Люди все разные. Бывают очень гибкие. Ну, какая программа ещё стоит, да, танцор? Да, бывают не очень гибкие. Так как у нас не балет, мы не проводим такие серьёзные кастинги. Рассчитываем на тело ребёнка. Если человек может, значит, мы ему даём определённую нагрузку. Если не может, мы даём ему меньшую нагрузку. А вот как проверить? Тут как бы медицинская составляющая, потому что всё-таки это здоровье детей. Одно дело, когда взрослые, и то вы как преподаватель, да, как руководитель несёте, хочешь не хочешь, ответственности, все ваши начальники, а тут ещё ребёнок, чтобы понять, куда ему эту ножку загинать дальше можно или нельзя. Вообще, во-первых, при поступлении к нам в коллектив родители с ребёнком идут к педиатру, делают определённые анализы, КГ, и переносит нам справку о том, что ребёнку не противопоказаны занятия. Иногда получается так, что во время обследования находится что-то, что не позволяет ребёнку заниматься. Тогда мы уже точно об этом знаем, и ребёнка на занятия не берём. Дальше уже всё на уровне тренера. А взрослый человек тоже справка? Вопросом то же самое со справкой, да. А, то есть потому что вдруг у неё сердечко там... Конечно, КГ – это самое главное, что проверяет врач. Понятно. Ну что, сейчас сделаем небольшую паузу. Во-вторых, как я и обещал, поговорим уже конкретно, какие танцы может предложить Екатерина Тюняева с её коллективом, как туда можно попасть, можно ли попасть туда, да, и кем можно стать, окончив или, ну, скажем так, по крайней мере, получив какое-то добро от руководителя. Обо всём об этом поговорим во второй части программы «Открытый диалог». Напомню, что эта программа «Открытый диалог» у нас в гостях Екатерина Тюняева, руководитель образцового коллектива хореографического ансамбля «Жар птица» Красковского культурного центра. Екатерина, как к вам попасть-то сегодня? Мы уже частично сказали, про справки понятно. Через медика, но кто может к вам попасть? Куда набирают? Кого набираете, Ксения? Набираем в основном малышей. От и до? От четырёх лет. От четырёх? От четырёх лет, да. Берём всех, кто зайдёт в зал, кроме подростков и взрослых. Подростки уже проходят кастинг. Если они занимались в каком-то коллективе, у них есть подготовка танцевальная или гимнастическая, тогда мы их рассматриваем как своих учеников. То есть там уже есть конкуренция? Есть уже конкуренция, да. А взрослые? Взрослые мы не занимаемся со взрослыми. А, саду. То есть какой у вас? До восемнадцати лет. До восемнадцати. Ага, ну да. То есть раньше у вас наоборот было, помните, вы говорили, что хотели со взрослыми, а с детьми не хотели. Да, да, было так, получилось с другого. Правильно я понимаю, что вот эти вот от четырёх лет это ребятишки, которых вы можете много набрать, и потихонечку вы их отсеиваете? Они отсеиваются, как правило, сами. Кто-то не хочет, у кому-то не подходит расписание, кто-то выбирает, например, гимнастику вместо танцев. Ну, как правило, большая часть остаётся и двигаются дальше, создаются группы, и мы работаем. А сколько у вас самый был длительный, ну, может быть, несколько человек, которого вы взяли в таком-то возрасте, и в каком, и, может быть, ещё до сих пор с вами? Вот это самая старшая группа. Нескольким детям было по пять лет, когда они пришли к нам в коллектив. Сейчас им семнадцать. Семнадцать. Они с вами? Ну, пять, нет, не пять, вру, семь лет им было. То есть сейчас они, да. Хорошо. Как записаться к вам? Как попасть на вот эти вот, либо в качестве четырёхлетнего малыша, либо в качестве подростка на кастинг? Можно записаться через портал ДКМУС-рек, можно позвонить мне лично, есть везде мои телефоны, можно позвонить к Культурно-досугой Центр Союз и записаться на кастинг. Вот сейчас у нас был день открытых дверей. А кто кастинг-то проводит? Конечно, я. Лично? Лично я провожу, да. А бывает такое, что вот у человека нет ничего, но вы уверены, что сделаете из него? Ну, то есть он хочет, и вроде как что-то там пытается, но не растяжки, ничего нет. Бывает, если есть трудолюбие, вот о чём я говорю. То есть можно вытащить? Да, если я чувствую, что человек трудолюбивый, то мы берём, можно попробовать. То есть, грубо говоря, от 15 до 19 лет – это тот возраст, когда можно ещё вдруг неожиданно стать... Неожиданно можно, бывают такие случаи, когда вдруг в 16 лет резко сел на шпагат, но, как правило, это очень редко. Но, с другой стороны, мы же видим, что молодёжь, когда она начинает себя проявлять, она же хочет в чём-то, да, и тем более танцы сейчас разные. Есть такие, что вроде как танец, а вроде как и не танец. А начинаешь смотреть внимательно. Я тоже люблю всякие профессиональные танцы с программой, где просто диву даёшься, что люди... Как это делать, как они чувствуют музыку, как они выстраивают программу, что это человек просто парит, да? Вот он, правда, как птица летает. Кстати, о музыке. Музыкальное сопровождение. Вы, ну, я так понимаю, что по методике вы сами выбираете, а вот когда танцевальная программа создаётся, из чего она создаётся? Ребята сами предлагают или вы им предлагаете? Как это строится? Бывает, что ребята предлагают, но чаще всего я сама выбираю, даю детям. Если они берут и нравятся, значит, мы идём дальше. Музыка большую роль играет в танце? Очень большую роль. Это же ритм всего лишь навсего? Очень-очень большая роль для зрителей и для участников. Ну, доли правильного ловит, да и всё. Да нет, душевная составляющая тоже преобладает. Вот у меня ещё у нас часто бывают представители танцевального направления, я имею в виду руководителей и, кстати, спортсмены, есть же спортивные танцы, да и тогда. Я всегда вот, когда смотрю выступления танцоров, не приведи господа, две пары. Ну, одна ещё как бы никакой, нормально всё. А вот две пары, когда три, а уж тем более четыре, меня всегда, как зрителя, раздражает, если они не попадают, но не делают одновременно всё. Вот мне кажется, что это синхронность. Вот для меня сразу падает весь интерес. Почему? Потому что мне кажется, что это такое высшее достижение, когда мы под одну и ту же музыку делаем, если это нам необходимо по рисунку, одинаково всё. Этого можно добиться? Развитием чувства ритма. Я считаю, что муштра, конечно, хорошо действует, но развитие чувства ритма в первую очередь. Для этого должен быть слух. Можно развить. Чувства ритма можно развить, даже если нет слуха. Чувства ритма начинаем развивать с четырёхлетнего возраста, и уже к десяти годам они уже точно чувствуют музыку, слышат её и могут танцевать синхронно. Вот поэтому, когда я был маленький, я помню, у нас в школе появился предмет, назывался ритмика. Очень хороший предмет. Да. И мы там чего-то, да, очень слабо помню, у нас же всё время реформы, поэтому он как появился, так и исчез. Но что-то связано было именно с музыкальными. Нас там в кружок какой-то ставили, мы что-то ходили и так далее. Давайте вот ещё поговорим. Родители. Насколько родители принимают участие в вашем коллективе? Что они привносят? Они больше помогают или больше мешают своими расспросами? У нас как-то так сложилось, очень дружеская атмосфера, и родители старших детей свой опыт переносят на более младших родителей, поэтому родители очень нам помогают, и мамы, и папы, и все задействованы, все очень любят, болеют, поэтому больше помогают. А вы участвовали в каких-нибудь соревнованиях или в фестивалях творческих? Мы регулярно принимаем участие, и в Москве, в Москве, в Москве, в Москве. Вот где проверяется, да? Да, здесь проверяется закалка. И в другие города ездим, очень любим ездить на гастроли. Ну, а то, о чём мы должны были поговорить с самого начала, но я придержал это для финальных части. Какие танцы? Чему вы учите? Что вы практикуете? Какие направления у вас? В программе занятий наших классический танец у станка и современный танец. Но участвуем мы... Такое простижимое, мне кажется, современный танец. Современный танец – это модерн, джаз, контемпорарий. Нет. Это не уличный танец. Да, да. Так, модерн. Да, модерн, джаз, контемпорарий. Выступаем мы часто в жанре эстрадной хореографии и современной хореографии. Больше эстрадной, чем современной. А в чём разница? Эстрадная хореография – это смесь всех направлений, всевозможных. То есть хореограф что хочет, то и придумывает. Там легче спрятаться. Да, современная хореография – это основы. Там уже, да, четкие движения нужно делать, да? Правильно я в угадал? Базовые, есть базовые движения, которые должны исполняться правильно. Хорошо. А вы не практикуете что-нибудь нестандартное? Бывают же какие-то вещи? Может, на тренировках? Как у вас? Конечно, обязательно. Контактные импровизации, экспериментальные какие-то упражнения. Мне кажется, что это интересно, особенно для подростков, да? Они здесь смеются иногда, стесняются, но им очень нравится. Нет, просто ведь если человек умеет, если тело его слушается благодаря ему, благодаря вам, благодаря всему тому, что он научился, наверняка надо пробовать что-то. Потому что классика есть классика, но интересно же, опять же говорю, столько есть вариантов сейчас, да? Когда просто, ну вот, помните, когда Арбат в Москве только появился, и был такой период, туда ходили на всё смотреть. Там и акробаты были, и кого только не было. Люди-то готовы на всё смотреть, потому что, опять же, я так не могу, а он так может. Вот, и хочется пожелать, чтобы вот что-то, может быть, прям, как вот нас в театральном учили. Мы делали спектакль, как положено, по классике, а потом у нас был самостоятельный показ, где мы уже изгоялись, как могли. Да, я очень люблю, на самом деле, давать задания детям, чтобы они придумали что-то своё. Это очень хорошо у них получается, они, фантазии у них огромные. Хватает. Даже, наверное, через край. Да, они часто очень мне помогают, и постановки мы часто ставим с ними вместе, потому что это интереснее, чем придумывать самому. А дети, они живут в современном мире, и более, наверное, современно, чем и педагоги. Ну да, это тот случай, когда танец, он, что бы ни происходило, танец продолжает тоже развиваться, и меняется, и какие-то основы существуют, безусловно. Наверное, если мы посмотрим, как танцевали в прошлом веке, сейчас это немножко будет по-другому. В прошлом веке, да. Да. У меня такой вопрос. Вот вы говорите, постановка. Вы делаете отдельно номера или делаете прямо какую-то концертную программу? Или по-разному? Может быть, фестивальный номер какой-то? Чаще всего отдельные номера. По сколько примерно они идут? Три-пять минут. Три-пять минут. Ну, как песня. Да, больше я считаю, что не очень. Есть только это огромный номер какой-то в виде спектакля. Мы делаем небольшие номера, сюжетные чаще всего. Ну, и потом из этого можно собрать некий такой соляночку, да, выступление? Ну, это отчетный концерт, да. Ага, отчетный бывает концерт. А когда у вас отчетный? В конце мая всегда мы проводим отчетный концерт в виде танцевального спектакля. То есть у нас дети еще работают как актеры. У нас такая интересная сложилась методика отчетного концерта. Мы складываем номера в сюжетную линию, и дети исполняют под свои записанные голоса движения танцевальные. Чаще всего они сами это придумывают уже, поэтому это смотрится очень интересно. А потом в конце все выходят и кланяются. Да. Кланяются тоже надо научить правильно. Ну, как-то вот получается у них хорошо сразу, видимо. Чувство ритма, чувство команды, поклон получается и без этого хорошей. Ну, вот 10 лет грядет, да, в следующем году, я так понимаю, у вас будет этот праздник, да? Вот, и время еще есть. Это получается как раз в мае вы будете проводить, да, очередной отчетный концерт, посвященный десятлетию, да? Да, юбилейный концерт, да. Юбилейный. То есть, наверное, позовете кого-то, кто давно-давно уже, может быть, из всех. Позовем всех, конечно, да. Вот, заставить их опять встать у станка, потренироваться, да, вспомнить, если захотят. Посмотрим. Попробуем. Вот, уже как-то программу вы выстраиваете, что это будет? Или пока еще нет? Пока мы еще как-то не отошли от предыдущего отчетного концерта, сейчас обойдем в ритм. Это особый 10 лет? Это будет особый, да, мы планируем что-то интересное, что-то особенное. А эмблема есть у вас? Да, у нас есть логотип. То есть все как положено? Все есть, да. Какие-то ближайшие фестивали у вас еще планируются, куда-то поехать? Хотим поехать в Сочи на фестиваль в октябре. В октябре в Сочи, конечно. Все равно, море всегда прекрасно. Все равно ничего не отвлекает, да? Да, да. Так, в октябре. Ну, разные областные фестивали. А что за фестиваль в Сочи? Это всероссийский фестиваль. Мы часто выезжаем на такие фестивали. Не какого-то серьезного уровня, а обычный средний фестиваль. Понятно. Ну что, нам остается плавно подходить к подведению итогов. Давайте еще раз напомним, что как вас найти. Мы уже выяснили, что с 4 лет вы принимаете детишек на посмотреть, кто останется, кто не останется. А будет здорово, если все останутся. И для подростков там уже кастинг. Система кастинга существует. Сейчас это модно. Кастинг у нас везде. Куда обращаться? Напомните еще раз. Портал ДК Мусрек. Сайт Красковского культурного центра. Культурно-досуговый центр «Союз». И лично, по-моему, телефон. Понятно. Кто же? Можно найти его. Его можно найти. А вот последний вопрос, который я припас, он, мне кажется, вопрос из вопросов главных для танцевального коллектива. Соотношение мальчиков и девочек. Это беда. Это проблема у нас. Мальчики по-прежнему не хотят. Мальчиков меньше. Да, мальчиков меньше. В старшей группе два мальчика, например. А как же вы тогда, девчонки, сами друг с другом танцуют? Ну, у нас же командный вид спорта, поэтому вид танца. А, то есть, может, эти бедные два мальчика за всех отдувают? Они, да, играют, как правило, мужские роли какие-то. В младшей группе четыре мальчика у нас уже есть прогресс. То есть вы над ними прямо? Да. А почему с мальчиками так сложно? Просто считается, что... Общее, наверное, какое-то мнение о том, что это для девочек танцы, мальчикам в футбол, на карате, куда-нибудь на гимнастику, может быть. А вот как дело до танца доходит, вспоминают все какие-нибудь киношные танцы. Да-да-да-да, да-да-да-да-да. Всем думают, а почему я так не умею танцевать? А потому что не пошел в школу. Да, это происходит обычно после 16 лет. А я не умею, да? Да. Ну, спасибо вам большое. Очень приятно. Екатерина Тюняева, руководитель образцового коллектива хореографического ансамбля «Жар птица». Видно, что любите свое дело. С наступающим вас десятилетиям, который попадает на этот новый учебный год. Ну и Красковский культурный центр ждет вас. И Екатерина Тюняева, вы можете найти ее телефон в интернете. Вот, запомните это очаровательное лицо. Спасибо вам большое. Удачи вам, вашему коллективу. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания.